Над этим проектом работало 4 человека. Все посадки большими крупными мазками. Очень много экспериментов, конечно, на этом склоне. Не лучшее место для ландшафта. Объект находится на очень сложном рельефе. Вот я специально тут встала, в таком месте, где много подпорных стенок. Бетон еще не отшлифован. Этот сад разделен на две абсолютно разные части. Одна полностью солнечная, открытая. И вторая часть сада, она находится в более тенистой лесной зоне. Это мой самый любимый уголок сада. Сейчас скажу по секрету, я все время шучу, что здесь моя Шкода Октавия высажет. Садовый привет! Вы на канале Garden Forest. И сегодня вас ждет прогулка по нашему объекту, который мы реализовали в этом сезоне. Объект находится на очень сложном рельефе. Поэтому мы посмотрим, как мы решили проблему этого сложного рельефа. Как этот сложный рельеф стал не достатком участка, а достоинством. Поговорим о конструкции этого склона, поговорим о ассортименте. И я вам покажу, что этот сад разделен на две абсолютно разные части. Одна полностью солнечная, открытая. Целый день здесь шпарит, по-другому не сказать, солнце. Холодные ветра с залива. Что мы здесь сделали? Как мы решили этот вопрос? И вторая часть сада, она находится в более тенистой лесной зоне. И там абсолютно другой вид ландшафта. Начнем со склона. Давайте вернемся на год назад, к моменту проектирования. Нужно понимать, что здесь работал не один ландшафтный дизайнер. Я именно уточню дизайнер, потому что он рисует только красивую картинку. Ребята, девчонки идут. Сегодня у нас уходовый выезд. Не только красивую картинку. Здесь больше вопроса к конструкции, к строителям. Для того, чтобы продумать, какие здесь будут подпорные стенки. Рассчитать нагрузку, перемещение земляных маст. В общем, здесь такая достаточно большая работа. Работа по рабочей документации была проделана. И работала целая команда. Это все должно не только эстетически красиво выглядеть, но и быть функциональной и жизнеспособной. Соответственно, над этим проектом работало 4 человека с точки зрения благоустроителей. Сергей Сергеевич как человек, который отвечает за технические чертежи. Его архитектор, который у нас очень мощен в плане рабочих чертежей и вертикальной планировки. И, соответственно, я уже со вторым ландшафтным архитектором с точки зрения дизайна и озеленения. То есть с точки зрения концепции мы обсуждали ее все вчетвером. А техническую часть я не лезла. Я занималась как раз подбором ассортимента и согласовывала его с заказчиком. Давайте сначала чуть-чуть как раз про технические особенности, а потом уже про ассортимент растений. Он вообще, кстати, максимально простой. Не знаю, что про него рассказывать. Здесь вообще должно было быть все такое, что само по себе растет, разрастается и не требует никаких дополнительных укрытий и манипуляций в течение сезона. То есть видовые абсолютно там кровохлебки, тысячелистники, никаких суперсортовых историй, можжевельники казацкие, все это у нас там расцефолия. То есть все самое неубиваемое. Так вот, вернемся к технической части. Вот я специально тут встала в таком месте, где много подпорных стенок, бетон еще не отшлифован. Очень важно было бы быстрее сдать объект для того, чтобы насладиться уже в этом году им мог клиент. Потому что здесь, конечно, большой объем работы, и бетон еще будет шлифоваться. Смотрите, вот эта гряда, которая предполагается для пряных трав. Мы еще пока ее не засадили. Подпорные стенки. Лучше бы Сергей Сергеевич рассказывал, но он не любит сниматься в роликах, поэтому буду рассказывать я, имеют Г-образную или Л-образную, если на английском языке, форму, для того, чтобы держать эти огромные массы грунта. После установки и заливки подпорных стенок была сделана обратная отсыпка с существующим грунтом, засыпка. Этот грунт послойно утрамбовали виброплитами. И только после этого мы завозили сюда плодородный четырехкомпонентный грунт, который тоже послойно трамбовали. И здесь мы устанавливали георешетку, которую я не очень сильно люблю, но в итоге она нам очень сильно помогла для того, чтобы ни муча, ни грунт в первый год не съезжал. По мере разрастания растений мы будем разрезать эту георешетку и потихонечку убирать. Грунт утрамбовался послойно деревянными рукодельными колотушками, потому что виброплитой грунт утрамбовывать нельзя. Еще один важный момент, который хотелось сказать. В идеале бы, конечно, было бы круто сделать обратную отсыпку и дать этому склону этот год отстояться, и посмотреть на то, как здесь будет где-то что-то оседать, проседать и подсыпать. Мы понимаем, что мы можем вернуться весной и сделать какие-то небольшие исправительные работы, но очень надеемся, что их не будет, потому что мы выполняли все работы качественно. Во время стройки нас ждало очень много сюрпризов. В момент подготовки основания в этой зоне были обнаружены подводные ключи, и было бы круто, если бы вся основа это был чистый песок, но абсолютно не так. Здесь встречалось и глина, и суглинки, и чего только не было. Ну вот в этой зоне, где у нас высокие грунтовые воды, мы поменяли сосны, ели и рябины, которые также поднимались по подпорным стенкам до верхнего яруса на несколько ив. Для того, чтобы было легко, удобно и комфортно ходить по склону, у нас целая система транзитов с небольшими площадками для отдыха. Есть и площадки побольше, которые предполагались как зоны для загара, ну или для какого-то тихого отдыха с книгой и лицезрением залива. Правильно говорите? Оператор мне тут, видите, подсказывает, когда я заговариваюсь. Тут есть, кстати, приствольные вот эти вот металлические круги. Очень много экспериментов, конечно, на этом склоне. Не лучшее место для ландшафта, но мы справились с задачей. Вот такие вот металлические приствольные круги выполнены на заказ. Причем сделаны они, я вам сейчас покажу, как они выглядят неустановленные, мы еще не ко всем деревьям их установили, их долго очень делали. Деревья сделаны они индивидуально под каждое дерево, потому что везде необходим разный приствольный круг и разный уклон. То есть деревья расположены на разных уклонах. Где-то он более пологий, где-то более сильный, поэтому круги отличаются друг от друга. Сергей Сергеевич предварительно сделал замеры, и под каждое дерево мы заказали, еще раз повторюсь, индивидуальные такие вот круги. Это у нас такой образцово-показательный, он был пробный первый, потому что тестили много разных вариантов, и делали какую-то подпорку из досок, и предлагали просто оставить сетку. Но вот это самый лучший вариант, который нам удалось согласовать с заказчиком. Вот здесь еще круг не установлен, смотрите, как это выглядит. Мы не можем здесь подровнять никаким образом склон, потому что мы оголим ком, а такой приствольный металлический круг даст нам возможность эту историю исправить, и дерево будет стоять абсолютно ровно. Давайте пробежимся по ассортименту. Это всегда очень интересная и волнительная тема. Начнем с кустарников и хвойных. Здесь всего два вида хвойных. Это горные сосны мугус, высаженные группами и массивами, и можжевельный казацкий, он тоже высажен большими пятнами и большими массивами. Из лиственных кустарников это спиреи японские, и совсем маленькая у нас была рассада в С-1 контейнер стефанандра. Здесь можно было использовать растения высокие, разваливающиеся кроны, которые быстро разрастаются, потому что площади это позволяют нам сделать. Вот мой любимый дашевик. Он просто как воздушное облако, такими, короче, непередаваемо. Он очень быстро разрастается, не требует вообще максимально никакого ухода. У нас здесь есть и котовник два сорта. Один высокий, большой, и еще у нас есть карликовый котовник. Я вам потом его и покажу. Из отчитков мы здесь использовали не зеренолистный отчиток. Он вот здесь, вот и сзади меня пятнышко, а с такими пурпурными красноватыми листьями сорт Матрона, который очень классно пересекается с цветением кровохлебки. В этом году кровохлебка пока цветет не шикарно, потому что она не успела набрать массу. И этот же отчиток классно будет пересекаться с цветением лобазника. Лобазник у нас здесь уже обрезан, потому что он был в контейнерах. Рано зацвел, но сейчас бы еще такие угасающие розовые соцветия на нем бы были. Он достаточно высокий. Что еще из ассортимента? У нас был запрос от клиента нолюпин. Но мы решили использовать более изящное растение – физостегия. Она уже отцвела, но была вот такими колосьями розовыми и напоминала люпин. Также у меня здесь… А вот, кстати, у нее повторное цветение, но совсем маленькое. Также здесь астранция, маленькая совсем рассада, она еще не заняла площади. Яркости в этот склон добавляют желтые тысячелистники. Сейчас у них повторное цветение. И еще я хочу одно растение показать. Какие кочечки? Это были П-девятки. Очень маленькая, невзрачная, скудная рассада, высаженная сюда в июне месяце. Посмотрите, какие уже мощные кусты. Ну, в принципе, все природные такие многолетники неприхотливые быстро разрастаются. И вы увидите быстрый результат. Можно высаживать на квадратный метр 9 штук смело, а не 12. Ну, единственное, вот астранция, она не так быстро разрастается. И мы ее сажали поплотнее. Здесь она уже отцвела, и мы ее обрезали. Но кустики набирают массу. Хочется пару раз сказать о уходе, так как здесь мульча. Мульча уложена в два слоя внизу мелкой фракции, а наверху крупный. Помимо того, что она удерживает влагу, она еще и защищает склон от сорняков. Растут сорняки здесь практически не растут. Но многолетники в следующем году сомкнутся, почти сомкнутся. А через год точно сомкнутся, и прополки не понадобятся. Только обрезка соцветий, ну и одна, максимум две подкормки за сезон. Все растения перекликаются, и это понятно. И для переклички с котовником мы посадили на склоне синеголовник. Да, не мордовник, а именно синеголовник. Мне он очень нравится, и его преимущество по сравнению с мордовником в том, что синеголовник бесконечное количество раз зацветает заново. Вот здесь вот уже старые соцветия, они усохли, такие коричневые колючки, но он все до сих пор в сентябре выдает новые и начинает повторно свисти. Есть даже кусочки гортензии метельчатой в двух местах на склоне, в легкой тени от сосен. На открытые места, конечно же, мы их не решились сажать. Самые отвесные склоны с двух сторон у нас покрыты простым шиповником, который прекрасно растет на бедных почвах и заполоняет какие-то неудобные склоны и пространства. И мы планируем его обрезать раз в год. Я даже туда не поведу вас показывать. Там нет никакой красоты и смотреть нечего. Вся красота здесь. Мы с вами сейчас перейдем в другую часть сада, и я вам покажу абсолютно другую историю с другой атмосферой. Вся эта история перетекает в верхнюю часть сада. Там начинается уже совсем другая история. Из растений повторяется только спирея и горная сосна. Деревянные настилы, лужайки из газона, большое количество гортензий, хвойных и уже таких более спокойных, теневыносливых многолетников, которые плавно перетекают в лесной покров. Со стороны газона цветники ограничены металлической лентой. Все, как мы любим. А со стороны леса вся эта история с цветниками плавно переходит в естественный покров. То есть она никак не ограничена. Такая смазанная полоса. Разбор ассортимента я оставлю на следующий год. Здесь мне хочется, чтобы все набрало массу. Многие многолетники уже обрезаны и не выглядят как должны, потому что этот кусочек мы сажали чуть позже, чем склон. Здесь тоже неинтересный ассортимент. Здесь есть и карликовая волжанка, и буквица, и злаки, и манжетки, и котовники полусидячие. Здесь уже нет классического котовника, к которому мы все привыкли. Такой более спокойный ландшафт. Позволю себе немножко сказать вот про это тенистое укромное место, где нет ветров. И сюда мы позволили себе сделать уголок с весенним цветением, посадить иргу ламарка, шикарную, и разные сорта рододендронов. Это как вечно зеленые, большие, крупные, солитерные. Такие родики, которые мы здесь будем укрывать на зиму каркасами обязательно. И также здесь есть листопадные азалии, которые мы не будем укрывать. Это максимально неубиваемый сорт. Обязательно буду снимать их во всей красе цветения. Немного карликовых вересковых родиков, можжевельники, ели, так как здесь достаточно темно, им здесь будет комфортно. И теневыносливая пахизандра, просто спокойная, вечно зеленая такая зелень. На уголочке немножко гортензии, которая будет перекликаться со следующим кусочком сада. Еще скажу, что здесь мы посадили скальные можжевельники. Вот они, два акцента, они не очень большие, но представьте себе, что эти свечки будут гораздо выше, и на фоне темного дома будут эффектно смотреться. Здесь место, где они не будут обгорать на солнце, их не нужно будет весной никак притенять. В общем, это мой самый любимый уголок сада. И сейчас скажу по секрету, я все время шучу, что здесь моя Шкода Октавия высажена. Я за него больше всего переживаю. И планирую на этом участке сделать еще ролик про подготовку сада к зиме и рассказать чуть-чуть про укрытие этих красавчиков. Они уже начали готовиться к зиме, мы уже сделали для них подкормки фосфором и калием, подкислили грунт, была санитарная чистка, убрали всю опавшую прошлогоднюю листву. И для меня невероятная радость, что они успели, заложили мощные соцветия, почки. На следующий год теперь задача для меня их сохранить. Идем дальше. Чуть-чуть про красавчиков. Здесь с установкой их было гораздо легче, чем на склоне, но это отдельная история. Здесь нет никакого габродиабаса, перфирита. Мы находимся на Калильском перешейке и максимально логично было взять валуны, которые валялись в поселке за забором, притащить сюда и вписать в ландшафт. Использовали всю природную красоту по максимуму, сохраняли деревья по максимуму. Сейчас покажу вам, как цветники плавно переходят в лесной покров. Понятно, что все эти лунки заровняются, что все подвязки уберутся. Вот здесь как раз манжетка, которая как бы убежала из цветника и переходит плавно в кусочек леса, переходит в естественный лесной покров. Посмотрите, здесь тоже массивы. Большие цветники и небольшие лужайки. Все посадки большими крупными мазками. Пока здесь только про линии дорожек и линии газона хочется рассказывать. Хочется показать вам какие-то кусочки нарезок. Про озеленение говорить рановато. Оно еще не набрало силы. Но лично для меня уже очертания видны. И я понимаю, как через два года я приду сюда и покажу вообще вам классный разросшийся сад и буду больше уделять времени для того, чтобы описать именно озеленение. Все такое спокойное, лесное, но есть акцентное яркое дерево. Это черемуха шуберта, которая за сезон меняет окраску своей листвы. Распускается она зелеными листьями, потом они такие более оранжево-розовые становятся и к осени бордовые. Помимо этого, весеннее кайфовое цветение не повреждается нам так вредительными и болезнями, как другие черемухи. Еще и украшают несъедобные плоды. Сзади в тени деревьев полностью утопает в зелени костровая зона. Я про нее не рассказала в этот раз. Но она здесь тоже есть. Есть зона отдыха открытая там на склоне, есть такая вот кулуарная, где можно уединиться с семьей или с друзьями. Входная группа сейчас максимально спокойно выглядит, потому что герань недавно высажена, а сейчас она бы шикарно цвела, набирает уже осеннюю окраску бересклет, скоро сменит свой цвет вот эти вот свечки из барбарисов и ректа. И в той части у нас есть небольшая группа, посадка голубики массивом, которая тоже будет иметь ярко-красную окраску и будет перекрикаться с бересклетом. Крупномеры пока не набрали силы, на них не буду делать акцента, покажу вам просто, как выглядит центральный вход. В итоге у нас получился вполне себе малоуходный сад, небольшие площади газона, газон простой формы, все посадки массивами, максимально природные, максимально неукрывные. Укрывать мы будем здесь только родики, и то, надеясь, что первые пару лет, потом перейдем на ветрозащитные экраны, а потом полностью откажемся от укрытий. Качественный ландшафт получается в тандеме работы классных проектировщиков, грамотных строителей и самое важное в конце – хороших уходчиков. Иногда этот пазл еще больше, вписываются озеленители, которые делают неполный комплекс работы, только занимаются посадками. Разные возможные истории, главное, чтобы у всех этих людей или у ландшафтной компании полного цикла была одна единственная идея – сделать качественный ландшафт и крутой сад по запросу клиента. Вы были на канале Гарден Фореста, увидимся в следующем ролике, покажу вам еще какой-нибудь сад. Не какой-нибудь, а красивый сад покажу вам. Почему какой-нибудь? Субтитры сделал DimaTorzok